Так, давайте продолжать. Значит, сейчас мы рассмотрим еще один эффект качественно на пальцах, а потом рассмотрим одну задачу относительно строго. Значит, мы рассмотрели аллельное замещение само по себе, рассмотрели, как оно влияет на свое окружение, но это такое было влияние одностороннее. Мы считаем, что окружение это было более-менее нейтральным, и обратного влияния на это аллельное замещение оно не оказывало. А представим теперь себе, что у нас в популяции много новых аллелей стремится к фиксации в разных локусах. То есть положительный отбор одновременно действует на много локусов. И на эту тему есть классические картинки, нарисованные дедушками Фишером и Миллером в 30-м и 32-м году. Вот это у меня возникла полезная мутация в локусе А большого, пошла распространяться в популяции. Извините, в локусе А, А большого, а это возникла полезная мутация в локусе Б. И у кого-то А большое, у кого-то Б большое, и вместо того, чтобы слиться в экстазе, они начинают выяснять, что лучше, там иметь красивые глаза или мощные клыки. И, соответственно, мощные клыки проигрывают красивым глазам. И чтобы завести одновременные глаза и клыки, нужно ждать, пока мутация с клыками снова возникнет у того, у кого уже есть красивые глаза. Это происходит при бесполовом умножении. При половом умножении, значит, кто-то с красивыми глазами выйдет замуж за кого-то с мощными клыками, и рекомбинант возникнет очень быстро. И дальше уже можно будет копить новые мутации. Вот такие картинки были, значит, нарисованы, сколько там, 80 с хвостом лет назад. Но даже при половом умножении, если в популяции конечной численности действуют положительные отборы, происходит аллельное замещение в разных локусах, они друг другу немножко мешают. Бесполовые популяции, они просто друг другу полностью препятствуют. Только одна из них пройдет, а остальные не пройдут. А половые популяции, они друг другу до какой-то степени мешают. И уже в 60-е годы прошлого века это было разобрано подробно дедушками Хиллом и Робертсоном. И, значит, процесс отозывается интерференция Хилла и Робертсона. Когда положительный отбор действующего в разных локусах мешает друг другу за счет эффектов, связанных с конечной численностью популяции. Это сложная наука. Давайте, так сказать, вот я ее упомянул. И немножко мы об этом поговорим в самом конце, если у нас хватит времени, мы будем говорить об эволюции комбинации. Ну, в общем-то, понятно. Популяция это как бы одна такая единая арена. Если на одной арене происходит сразу несколько представлений, то они друг другу мешают. Одновременно аллеля большая хочет зафиксироваться. Аллеля одновременно аллеля большая хочет зафиксироваться. Тоже и самые популяции. Ясно, что они друг другу мешают. Теперь очень интересный вопрос. Снова биологический, а не формальный. А как часто такое бывает? Как часто вообще вот возьмем популяцию какую-нибудь, скажем человеческую, и зададимся вопросом, а в скольких локусах одновременно у нас сейчас в популяции происходит процесс аллельного замещения? Ну, или немножко похожий на немножко другой вопрос, а в скольких локусах мы ждем аллельного замещения? То есть, в скольких локусах зафиксированный или преобладающий в нашей популяции аллель неоптимальный? Ну, наверное, не в очень многих, потому что если бы я был сразу неоптимален по, там, не знаю, миллиону локусов, то я бы сдох. Хотя, отчет его знает. Мы знаем, что за счет редких вредных мутаций каждый индивидуум несет там их тысячу штук. Я несу тысячу аминокислотных замен, каждая из которых, так сказать, заведомо вредна. Можно померить количественную степень ее вредности, приносит некий измеряемый вред. Ну, и ничего, я, так сказать, вот уже 58 лет прожил и еще не помен. И вы тоже несете такие мутации каждые и тоже проживете 58 лет некоторые, по крайней мере, кто будет хорошо себя вести и учить революционную генетику. Вот, так что неизвестно, из общих соображений трудно что-то сказать. Но концептуальный механизм, чтобы это рассматривать, это концепция грузозапаздывания. Очень полезная концепция, придуманная дедушкой Мейнердом Смитом. Значит, ну, собственно, мы уже вводили понятие груза, это средняя приспособленность минус, извините, максимальная приспособленность, приспособленность самого приспособленного из, так сказать, возможных генотипов, минус средняя, ну, нормализованная, скажем, на максимальное. Так делают, когда, ну, так делают традиционно. Это, значит, груз. А дальше этот груз, можно говорить генетический груз, на самом деле, слово генетически лишнее, можно просто говорить груз. А дальше эпитет к этому грузу зависит от того, чем именно вызвано отклонение средней приспособленности от максимальной. И в ситуации, когда мы можем думать о, там, распространенном положительном отборе, это связано с тем, что условия меняются, соответственно, меняется направление отбора в большом количестве локусов. Вот я нарисовал адаптивный пик, который, значит, куда-то движется. А популяция – это красная точка, которая движется за этим пиком с неким запаздыванием. И поскольку аллельные замещения не происходят, сразу надо ждать мутации и так далее, то, что мы сейчас с вами разбирали. Вот если условия меняются, то, значит, происходит такое запаздывание, и в результате каждый генотип несет значительное количество аллелей, которые более не являются оптимальными. И в популяции одновременно происходит большое количество вот этих самых аллельных замещений, значит, вызванных положительным отбором. Так вот так это или не так? Ответ никто не знает. Сколько одновременно… Ну, зададим вопрос так. Если рассмотреть эволюцию на больших временах, то сколько в соединенных поколений происходит вот этих движимых положительным отбором аллельных замещений? Ну, или вот еще иначе зададим вопрос. Там человек происходил вот обезьяной последние, ну, там, до предстоты 10 миллионов лет. Миллион поколений. За этот миллион поколений сколько было аллельных замещений? Вот возьмем шимпанце. Сколько нужно буквочек заменить шимпанце, чтобы она могла поступить на ФББ и получить диплом бакалавра? Ахарин его знает. У вас есть гипотеза, сколько? Вот возьмем шимпанцу и начнем мне менять буквочки. Ну, шимпанце отличается от человека одним процентом. Букв, то есть это один процент от трех миллиардов, это 30 миллионов, это дофига букв. Но огромное большинство этих отличий, это просто мусор. Там все в каких-нибудь интеронах какая-нибудь фигня. Если все мои интероны заменить для шимпанзина, я это даже не замечу. Ну, там большую часть не замечу. А сколько важных отличий? 10? Ну, наверное, мало. 100 тоже как-то маловато, а 1000, а может быть и 1000. Ахарин его знает. А какие были характерные коэффициенты отбора? Мы с вами писали коэффициент отбора, S. А какие характерные S в эволюции, когда вот человек происходит от обезьяны, или дрозофила такая-то, происходит от дрозофила секой-то, какие характерные коэффициенты отбора, ответственные за фиксацию новых полезных аллелей? Ахарин его знает. Мы понятия не имеем. 10 минус 3? Как-то маловато. 10 минус 1? Как-то многовато. Поэтому все говорят, что 10 минус 2. Но на самом деле никто этих коэффициентов не видел. А когда пытаешься на них их померить, то хэнт их померишь. Известно, что бывают случаи катастрофического отбора. Там жили припеваючи мухи дрозофила. Их посыпали дустом, и они все сдохли. И муха, которая устойчива к ДДТ, значит, она получает огромное прибыль. И там через 5 поколений уже все мухи устойчивы к ДДТ. Но, видимо, такой катастрофический отбор бывает редко. А с другой стороны, бывает эволюционный застой. Обсуждали с доктором Маркером, да, какая-нибудь там гинго, мечехвост или еще какая-нибудь гадость, которая за 300 миллионов лет вообще не изменилась морфологически. А когда прилетел метеорит и стукнул по башке динозавров, то сейчас нас уверяют, что вся дивергенция современных плацентарных случилась после этого. И там за 2 миллиона лет, там из какого-то одной единственной линии каких-то примитивных ежиков, которая пережила это дело, плацентарные линии, там возникли слоны, носороги, чуть ли киты, не попугаи, но, в общем, все возникло, все только можно. Ужасно быстро. То есть адаптивная ландшафт стряхнула метеоритом, и появились какие-то новые пики, и эволюция пошла с дикой скоростью. То есть вот теория эволюции под действием положительного отбора, в общем-то, понятна, но какие там параметры, как часто популяция оказывается далеко от адаптивного пика, и можно еще так задать вопрос, какова мишень для положительного отбора. А, так сказать, вот сколько мишень для положительного отбора, каждый локус, в котором зафиксирован аллель, неоптимальный, это мишень для положительного отбора. Возникнет там полезная мутация, и, значит, положительный отбор начнет ее продвигать. Так вот, какова мишень для положительного отбора? Ну, когда возникают просто мутации, вот возьмем, там, не знаю, мыша или муху и начнем обрабатывать мутагеном. Никакого счастья от этого ни мыши, ни мухи не будет, ему будет только хуже. Из этого можно сделать вывод, что мишень для положительного отбора гораздо меньше мишени для отрицательного отбора. Это безусловно правда. Но мишень для отрицательного отбора – это 10% моего генома у млекопитающих, а у мух там может быть и больше половины. То есть, примерно 10% моих буквочек важны, если их поменять, то станет хуже. 10% – это 300 миллионов, это дофига буквочек. А сколько в моем геноме в данный момент буквочек, которые, если поменять, станет лучше? Может, я вообще, так сказать, идеал, и мне вообще ничего менять не надо? Но нет, неверно, конечно, я несу тысячу вредных аллелей, и если во мне лично поменять эти тысячи аллелей, мне станет лучше. Не знаем, насколько, но, конечно, лучше. Но это редкие аллели, вот я и несу мою тысячу, а вы несете вашу тысячу. То есть, каждый человек несет свою тысячу вредных аллелей. А рассмотрим теперь фиксированные аллели, что вот все мы, и я, и дядя Вася, и там еще Джон Браун, все несем один и тот же вредный аллель, который хорошо было бы поменять. Вот сколько таких зафиксированных аллелей, которые в новых условиях. Ну, например, вот сейчас живешь ты в Нью-Йорке неподалеку от ресторана Макдональдс. Наверняка какие-то аллели, которые полезны пятиконтрепу в пещере, и хорошо бы поменять. Сколько таких аллелей? Десять или десять тысяч? Мы понятия не имеем. Хорошо? Значит, теоретически, возможность большого запаздывания, опять-таки, зависит от эпистаза. Вот это у меня количество хороших аллелей, и если у меня приспособленность растет экспоненциально, то есть эпистаза нету, логарифм приспособленности прямой, то тогда я сильно отставать не могу. Ну, представим себе, что у меня отбор какой-то вот такой вот с сужающим эпистазом может быть вызванный конкуренцией. Мне не обязательно быть идеальным. Мне надо быть лучше других. Вот представим себе, что это распределение по числу полезных аллелей всех генотипов популяции, и, грубо говоря, те, у кого больше, те, кто попадают в лучшие 50%, выживают, а те, кто попадают в худшие 50%, не выживают. Такая популяция может отставать очень сильно. Они все жизнеспособны, но просто если у тебя больше полезных аллелей, то ты победишь конкуренцию, и тогда можно отставать очень сильно. Как устроен отбор? Вот так вот он устроен, то есть с сужающим эпистазом, или он устроен без эпистаза? Ответ мы не имеем никакого представления. Замечательно. На этой сфере был разговор о полезных мутациях, происходящих одновременно в разных локусах. Видимо, такое бывает, наверняка бывает, ценности бывает, но как часто такое бывает, и в скольких одновременно локусах происходит полезная мутация, мы не знаем. Хорошо. А теперь добавим к этой ситуации еще и пространство измерения. Все, что мы говорили до этого, мы не рассматривали пространство, правда? Мы считали, что у нас никакой пространственной структуры нет. Возрастную структуру мы будем тупо игнорировать на основании рассуждений эйлера, лодки, которой мы занимались вчера. В одном только месте вылезет из нас возрастная структура. А пространственную структуру, ну, мы же говорили вот об этом, о распространении полезного аллеля. Ясное дело, что медленная миграция, то есть наличие пространственной структуры, замедляет распространение полезного аллеля. Давайте разберем как. У меня нет с собой моих тайных записей на эту тему, и поэтому я буду путаться. Поэтому я прошу всех, кто владеет математикой, особенно понятием характеристического многочлена, следить за тем, что я делаю, помогать мне полезными советами. Так. Ну, сейчас мы уберем опять ту штуку и будем использовать доски. Но, значит, в чем состоит задача? Вот у меня есть пространственная координата х, и у меня в каком-то в одном месте возник полезный мутант. А дальше он будет распространяться. И вопрос, как быстро он будет распространяться. Вот, собственно, весь вопрос. Теперь давайте уберем картинки и будем рисовать формулы. Значит, задачу эту изучали в 1938 году дедушка Фишер и дедушка Калмогоров-Петровский-Пескунов. Они оба, мысли, обе статьи получили один и тот же результат, но Фишер не смог доказать, так сказать, правильность результата. А Калмогоров-Петровский-Пескунов смогли. Но почему-то, интересно было бы узнать, почему, значит, вот эта статья КПП была опубликована на итальянском языке, и поэтому, соответственно, не очень известно. Вот. Значит, давайте сначала напишем уравнение, которое описывает эту задачу. Распространение полезного мутанта в одномерном ареале. Это уравнение мы с вами уже по частям писали. Она состоит из двух частей, и эти части вам знакомы. Черт, я сейчас буду путаться в обозначениях. Так, попробую не путаться. Рассказываю, у меня будет частота П. Значит, вот XT в точке. П – это частота, а аллеля А большая. В пространстве координате X и в момент времени T. А уравнение у нас такое. Я утверждаю, что по кускам вот этот кусок и вот этот кусок все видели. Так, скажите, пожалуйста, что вы думаете об этом уравнении? Вы полностью счастливы или вы полностью несчастливы? Или вы где-то находитесь в промежуточном состоянии? Есть вклад отбора и есть вклад миграции. Совершенно верно. Это то, что происходит локально. Только у меня P было X. А теперь, чтобы вам служба медным не казалась, X – это уже не частота, а аллеля А пространство координата. А, соответственно, значит, мы его писали сто раз. Значит, это то, что происходит локально за счет отбора, а это то, что происходит за счет миграции, когда я вас уговаривал, что миграция описывается второй, производная не первой. Вот она и есть. Значит, M – это доля крокодилов, которые уходят из своей популяции. M – пополам, потому что половина крокодилов уходит влево, половина крокодилов уходит вправо. Вот, значит, это уравнение. И, значит, мы описываем миграцию в диффузии, и такого рода уравнения называются уравнениями реакция-диффузия. И физики их яростно изучают со времен очень древних. Вот. А, значит, дальше мы сделаем замечательное предположение. Значит, я рассказываю работу Кромоговорую про Трофисканалу 1938 года. Мы сделаем такое предположение, что через какое-то время, когда все устаканилось, моя полезная мутация распространяется динамикой бегущей волны. Что такое бегущая волна? Вот имеет место какой-то фронт, который, сохраняя постоянную форму, движется с постоянной скоростью. Это разумное предположение. Уравнение доказывать его мы не будем, хотя, так сказать, там более хитрая теория. Но если предположить, что, так сказать, асимпатически распространение полезной мутации происходит, значит, вот по динамике бегущей волны, дальше все оказывается хорошо. Еще важное замечание. Это уравнение описывает две разных вещи. Во-первых, распространение полезного мутанта популяции, и во-вторых, распространение видов селенца. Какая-нибудь там, не знаю, водяная крыса, куда-нибудь селенная, будет распространяться в соответствии с той же самой динамикой. Только там P, это будет плотность водяной крыса локально. Так что это может быть частота аллеля, а может быть концентрация водяных крыс. А наука просто одна и та же. Вот, значит, предположение о бегущей волне формально записывается так. Мы предполагаем, что моя P от xt на самом деле есть некая P тильда от отдельной переменной. Давайте, чтобы выглядеть учено, назовем ее xc. А эта xc, это у меня x минус ct. Вот. Значит, почему я пишу здесь тильда? Ну, потому что P это функция от двух переменных. Я не могу одним символом значать функцию двух переменных от одной, потому что это разные объекты. А самая хитрость вот в этой самой xc. Значит, как такое может быть? Я вычитаю время из пространства. Как это? Копать, говорит, будете от забора до обеда. Так сказать, можно вычитать время из пространства? Если это скорость? Совершенно верно. Можно, если это скорость. Потому что скорость – это размерный коэффициент, это, значит, пространство, деленное на время. Так что размерность у них получается одинаковая. Значит, и если немножко подумать, вот этот тест на понимание, если у меня здесь минус, эта волна у меня обвяжет влево или вправо. Вот представим себе, что у меня сначала t равно нулю. момент во имени t у меня имеет место какой-то фронт. То есть, кси у меня равно х. теперь у меня прошла единица времени. И, значит, соответственно, теперь у меня значит, у меня сначала t равняется нулю, и кси равняется иксу. теперь у меня т равняется единице, и кси у меня равняется иксу минус с. значит, соответственно, пускай у меня какой выберем х? выберем х равный 5. значит, в следующий момент времени то значение, которое у меня было в х равном 5, у меня окажется в х равном 5 плюс с. Правильно? Соответственно, все счастливы, что если у меня здесь минус, то волна ползет вправо. Замечательно. Вот. Значит, в предположении, что у меня имеет место бегущая волна, мы сейчас из этого уравнения в частых производных, реакция, диффузия, сделаем уравнение, сделаем уравнение обыкновенное, даже систему обыкновенных уравнений. Как мы сделаем? Очень просто. Значит, мы можем написать так, что Деп Собственно, погодите, почему здесь что не частное, а производное, а из правила цепочки мы можем вывести два таких потрясающих соотношения. Если все счастливы по поводу этих двух отношений, кто не счастлив, пускай думает ярусно, а кто счастлив, пускай не думает. что первый nightmares вы Lud предполагая, что мы ищем решение уравнения реакции диффузии в виде бегущей волны. Значит, и тогда это решение в виде бегущей волны должно подчиняться такому уже обыкновенному дифференциальному уравнению. Оно обыкновенное, поскольку моя по тильде это функция от одной переменной. Я что сделал? Я просто поменял, подставил сюда производную, здесь она будет та же самая, а здесь поскольку у меня минус ct, то, соответственно, эта производная будет коэффициентом минус c, что здесь и записано. Вот, ну и теперь давайте мы, это система уравнения второго порядка. И я могу всегда систему уравнений второго порядка записать как, мысли, извините, одно уравнение второго порядка записать как два уравнения первого порядка. Я просто введу новую функцию, назову ее кум. Вот это вот dp тильда по декси будет q, ну пускай q тильда. Не буду тильда писать, что для экономии места. А здесь, значит, напишем вот так вот. Следите за руками, чтобы я нигде ничего не напутал. Значит, вот это вот у меня первая производная q, поскольку она вторая производная p. Значит, мы ее оставляем здесь, а все остальное переносим сюда. Значит, минус а2см. Кто должен быть? Кто должен быть? Один а2см. Ну, один а2см. Ну, когда мы ухажаем dp в d, у нас получается dp тильда по dp, у нас знаки. Сейчас, дайте я здесь разберусь со знакомыми, и потом здесь. Здесь минус или плюс, значит, здесь она с плюсом сидит. Соответственно, казалось бы, минус. Минус 2. Так. Минус 1 делить на c? Я на тему долго думал. Мне показалось, что там получается... Сейчас, погодите. Сейчас, погодите. с чем эта задача? Я знаю. Значит, у меня есть функция p, которая… у меня есть функция p тильда, которая от x минус ct. Значит, и у меня есть функция p, которая у меня… ну, по производной мы смотрим, это самое по t. Значит, dp тильда по d кси – это будет… сейчас… Какая производная умножается? Так, я же это где-то подробно написал… Это у Феймана описано, что когда опаздываешь в аэропорт, тебе говорят, так сейчас же летнее время, и понять это означает, что тебе на час больше или на час меньше – абсолютно невозможно. Так, где в числителе c или в знаменателе? Значит… Сейчас, вы хотите сказать, что здесь должно быть вот так вот, да? А? Мы не знаем, почему это так, но либо тут неправильно, либо там неправильно. Ну, погодите. Ну, так скажите мне, где правильно, где неправильно? Я не знаю. Я не знаю, пока это берется. Я не понимаю, куда это берется. Так, хорошо. Разбираемся. Еще раз медленно и занудливо. У меня есть функция p от x, t. Правильно? Теперь у меня есть функция p тильда от x минус c, t. Я могу продифференцировать эту p тильду по t. Я хочу узнать, как она соотносится… Как она соотносится с этой производной? Так, я не способен отличить умножение от деления. Здесь мы умножаем на c, а здесь, что ли, тогда получится единица на c, да? Нет, это уродская будет картина, мне она не нравится. Я не знаю, потому что мы покупали… Если решить т… Д и 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 Так, в результате здесь правильно? По-моему, здесь правильно. Так, давайте мы сделаем так. Мы сейчас продвинемся дальше, потому что я твердо помню ответ. Если получится правильный ответ, то здесь хорошо. А в качестве самостоятельного упражнения мы поупражняемся все коллективно в правильной цепочке, как это сегодня вечером. Потому что я за доской собразить не могу вообще ничего. Если у меня не написана формула, то я не могу посчитать ничего. ДП. Хорошо. Давайте доберемся до конца, а потом пересчитаем. Собственно, до конца уже недалеко. Значит, вот у нас получается якобы такая система. Значит, это у нас два обыкновенных уравнения первого порядка. Теперь давайте мы... На самом деле, еще кое-что нужно сделать. Значит, давайте мы... Давайте... Вот что сделаю. Значит, глядите. П это положение... Это частота... Значит, моего хорошего арлеля вдоль этой бегущей волны. А q это производная частота. То есть, наклон фронтоволны. И сама эта бегущая волна будет некой траекторией вот этой вот системы обыкновенных уравнений. Траектория, которая... Давайте я сейчас подгляжу в ответ. Сейчас мы до этого места доберемся аккуратно. Траектория, которая выходит из положения равновесия, которая сидит в 1,0, и входит в положение равновесия 0,0. Смотрите, как это выглядит. Мы идем... Значит, время у нас здесь это переменная кси, которая, значит, является независимой переменной при п-тильде. То есть, пространство, которое, значит, координата, которая вот так вот движется во время. И волна у меня начинается здесь, где у меня p равно единице, потому что мы уже... Здесь аллель уже зафиксировался. А q равно нулю, потому что фронт волны здесь... То есть, не фронт волны, а... Ну... Профиль волны здесь плоский. И потом она приходит сюда, где p равно нулю, а профиль волны слово плоский. То есть, мы должны пойти из 1,0 в 0,0. Мы будем искать такую траекторию. И, значит, такая траектория соответствует вот этой вот бегущей волне. Значит, как мы будем искать такую траекторию? Ну, сначала мы найдем равновесие. И убедимся, что эти равновесия существуют. Значит, какие у нас равновесия? q у меня равно нулю в равновесии из этого уравнения. Значит, поскольку у меня... Сейчас, погодите, я ничего здесь не упустил? Так, я упустил. Я упустил, потому что здесь у меня q сидит. Правильно? Так, что еще я упустил? Значит, здесь это dq по dt, значит, вроде больше ничего, но это у меня просто q, да. Значит, q у меня равно нулю. Да, и, соответственно, у меня два равновесия. Поскольку здесь два равновесия по 0 и по 1. Совершенно верно. Значит, у меня равновесие первое. П тильда равняется нулю и q равно нулю. И второе равновесие по тильда равняется единице и q равно нулю. В этой системе у меня два равновесия, и моя бегущая волна описывается траекторией, которая выходит из этого равновесия, и входит вот это вот. А теперь мы изучим, может ли такая траектория существовать. И для этого мне нужно изучить характер этих равновесий. Давайте я вам сразу скажу, на чем будет, в чем здесь заключается фокус. Значит, вот это вот равновесие может быть двух сортов. Оно может быть узлом, то есть траектория входит в него, ну так сказать, монотонная. А может быть фокусом, когда траектория его вот так вот обходит и приближается по спирали. Если это равновесие является фокусом, то это означает, что когда траектория к нему приближается, она ходит по кругу, и в частности в некоторых ситуациях по тильда оказывается меньше нуля. А частота у меня отрицательной быть не может. Поэтому решение в виде бегущей волны существует только когда вот это вот положение равновесия в нуле является узлом, а не фокусом. И поэтому нам интересно, нам важно изучить характер устойчивости в линейном приближении этих равновесий. Давайте мы это сделаем. Значит, как это делается? Мы делаем ЕКБА матрицу первых производных. Значит, давайте напишем укорядок на эту монетам У от патильда и Q. Это у меня В. Вот патильда и АQ. Значит, и мне нужно ДУ по ДП от патильда, ДУ по ДК, ДВ по ДП от патильда, и ДВ по ДК. Так, считаем. Значит, здесь у меня, естественно, 0, а здесь у меня единица, а ДВ по ДП от патильда, это будет минус 2 СМ на единица минус 2 по тильда, да? Следите, чтобы я нигде не напутал. Единица минус 2П, казалось бы. Так, и ДВ по ДК, это будет минус 2 С поделить на М. Вроде бы так. Ага. Просто я правую часть обозначил. Это правая часть У, это правая часть В. Ну, я А? Вон она, вон она. Вот. Просто матрица первых производных, которая определяет линейную устойчивость. Вот она таким образом делается. Вот. И теперь я хочу исследовать устойчивость этих двух равновесий. Ну, давайте начнем с второго равновесия, когда Q равняется единице. первого равновесия. Начнем со второго равновесия, когда Q равняется единице, потому что тут все будет просто. Значит, подставляем сюда, извините, подставляем сюда. Мы изучаем устойчивость второго равновесия. Это общая матрица линеаризации. Во втором равновесии выглядит так. здесь будет 0,1 минус 2 S M здесь единица минус 2 то есть это будет минус 1 то здесь будет плюс и здесь будет минус 2 C M Вот. Значит, и теперь нам надо получить собственные числа. Значит, теория линейной устойчивости как устроена? Значит, собственные числа это корни характеристического уравнения и возможно следующие случаи. Два собственных числа положительные оба положительные значит, это действительно часть и мнимая часть собственных чисел два действительных положительных равновесия неустойчивый узел два действительных отрицательных равновесия устойчивый узел одно положительное положительное второе отрицательное равновесие седло неустойчивое либо пара комплекса сопоряженных здесь это у меня будет неустойчивый фокус либо пара комплекса сопоряженных здесь это будет устойчивый фокус Значит, соответственно, мы хотим узнать, какие у нас собственные числа, они нам даются корнями характеристического уравнения, когда мы пишем вот такой вот определитель. Так, значит, мы пишем такой определитель, у нас что получается? Лямбда квадрат минус а лямбда на... Сейчас, здесь минус, следите опять-таки, потому что я сделаю всевозможные ошибки, значит, и здесь минус 2s поделить на m равняется 0. По-моему, такое квадратное равнение получается, правильно? Так, замечательно, значит, корня у него, лямбда первый, второй, это у меня должно всегда получаться седлом. Вот мы сейчас увидим, получается, да, всегда седлом или нет. Так, значит, лямбда первый, второй у меня поделить на 2 минус b. Так, значит, сейчас плюс-плюс-минус, да? Минус 2s поделить на m. 4s поделить на m. 4s квадрат поделить на m квадрат минус... Четверка или двойка? Восьмерка. Восьмерка, да, восьмерка, косморка какой. Так. Плюс. А, плюс. Вот очень хорошо. Значит, замечательно. m квадрат. m квадрат, еще лучше. Да, все прекрасно. Нет квадрат, это хуже, но тоже не страшно. Потому что, смотрите, вот эта вот хайновин, она всегда положительная, и она по модулю больше вот этой вот. То есть, один корень всегда будет положительный, один корень всегда будет отрицательный. Правда ведь? Я не ворю. То есть, мне это нужно, но я думаю, что это может еще и правда. Потому что корень... Ну, собственно, это можно и проще понять. Рога у нее вверх, поскольку этот корень положительный, а в нуле она меньше нуля. Поэтому не один корень положительный, а один корень отрицательный. Правильно? Значит, мне больше ничего не нужно, а вот это вот уравнение всегда является седлом. А это равновесие всегда является седлом. Соответственно, оно всегда неустойчиво, из него всегда выходит траектория. Так, все уверовали, что если мы подставляем, если мы матрицу линеаризации исследуем в окрестностях вот этого вот равновесия, то мы видим, что у меня одно собственное число положительное, одно собственное число отрицательное, а это означает, что это равновесие является седлом, и это хорошо. Так, теперь мы рассматриваем вот это вот равновесие. И единственное, что у нас получается, у нас здесь не единица минус 2, а единица минус 0. Соответственно, здесь у меня будет минус, здесь ничего не меняется, а вот эта вот хриновина будет теперь с плюсом. Эта хриновина будет с плюсом, и, соответственно, вот эта хриновина будет с минусом. Правильно? Вот, значит, теперь у меня наоборот, эта штука по модулю меньше, но для того, чтобы эта штука по модулю меньше, то есть у меня положительного корня быть не может. А у меня либо два отрицательных корня, либо у меня два комплексно запоряженных с отрицательными мнимой части. И зависит это от знака, и зависит это от знака дискриминанта. Значит, у меня, если, давайте напишем так, если у меня 4с квадрат поделить на м квадрат, если она у меня больше 8с, то у меня дискриминант положительный, и мы имеем два отрицательных корня. И все хорошо. А если у меня наоборот, то у меня дискриминант отрицательный, и мы имеем два отрицательных корня, то есть вот это вот равновесие является устойчивым узлом. А если у меня дискриминант отрицательный, то мы имеем пару комплексно запоряженных с отрицательной действительной частью, и это равновесие является фокусом. Тогда бегущей волны быть не может. Значит, вот это условие, когда у меня больше, ну или равно, пожалуйста. Так, значит, теперь что получается? Получается все правильно, меня напрасно пугали. Так, значит, 4с квадрат равняется 8см. Так, значит, с квадрат равняется 2см. и с, ну равняется, больше или равняется, извините. И с больше или равно а корню из 2см. Ровно так и должно быть. Так что давайте мы не будем завтра тратить время на правила цепочки. Вот это уравнение написано правильно, потому что если бы на ней было написано правильно, хорошо бы не получилось. Вот. Да, значит, вот это результат Калмагора Петриловского-Пескунова, что бегущая волна возможна только если ее скорость больше вот такого вот корня. Что имеет отличный биологический смысл, потому что ясно, что скорость распространения бегущей волны тем больше, чем выше коэффициент отбора, чем выгоднее аллель, и тем больше, чем выше миграция. Но то, что это стоит все под корнем, вот такое вот замечательное обстоятельство. Значит, дальше можно доказать, по-моему, это в оригинальной, в исходной работе сделано, что устойчивая бегущая волна, распространяющаяся в минимальной из возможных скоростей. То есть, вот это вот скорость распространения бегущей волны. Но, чтобы доказали, что медленнее, чем вот эта скорость, бегущая волна распространяться не может. Вот, значит, это теория распространения полезного аллеля в пространство структурированной популяции, в которой организмы не делают таких мгновенных больших скачков, и, соответственно, миграцию можно описывать диффузией. Значит, мы, ну, с некоторыми оговорками доказали, что распространяется эта бегущая волна, что она не может распространяться. Мы не доказали, что это бегущая волна, но что если это бегущая волна, она не может распространяться медленнее, чем это. А на самом деле, эта токидаби бегущая волна распространяется у нас в минимальной возможной скорости, но там при любых начальных условиях, Таких, что наличие аллеля полезного исходно только наблюдается внутри какого-то конечного отрезка процесса. Так, это все, что я имел рассказать про Калмагорускую волну и про взаимодействие положительного отбора и миграция. Конечно, эту науку в толстом учебнике Чарльгорцев не рассказывается. Чарльгор считает ее слишком сложной для ученых. Ну, здесь единственное, что, так сказать, нужно либо знать, либо поверить вот в эту элементарную теорию устойчивости по линейному приближению. Но если вы знаете, что такое собственные числа, то все остальное просто. Хорошо? Так, мы заработали 10-минутный перерыв.